Всем привет! Сегодня я хочу рассказать на личном примере, почему война между Россией и Украиной это страшный сон для многих семей, особенно для тех, чьи родственники проживают на приграничных территориях. Перед вами карта, где показаны приграничные населенные пункты. Вот это справа территория России, вот это слева территория Украины. В городе Миллерово Ростовской области, здесь, на территории Российской Федерации, живут наши бабушка и дедушка. В этом городе мы выросли, здесь мы провели свое детство и свою юность. До границы здесь подать рукой. Раньше, чтобы попасть на территорию Украины, нужно было проехать через пограничный пункт, находившийся где-то здесь, то есть недалеко от села Волошно. Здесь около 40 километров, то есть очень маленькое расстояние. Дальше вы уже ехали по дороге в станицу Луганская, оказывались здесь, там был мост и дальше уже в Луганск. Мост этот взорвали во время военных действий. Сейчас я не знаю, какая там ситуация, то есть восстановили его или что на самом деле происходит. Теперь посмотрим на территорию Украины, вот здесь. Либо же Луганской народной республики. Вот он, город Луганск. Собственно, центр сейчас этой республики или уже один из городов Украины. Здесь, в этом городе Луганск, живут наши бабушка и дедушка вторые. В этом городе я родилась. Правда, он тогда назывался по-другому. После того, как начались военные действия, пункт пропуска через границу перенесли. То есть теперь, чтобы попасть из России, из Миллера в Луганск, нужно ехать вот через Каменск, через Донецк и дальше мы уже попадаемся на территорию Украины. Путь стал более далеким, но тем не менее, возможность проезда, она осталась. Почему я об этом так говорю подробно? Потому что огромное количество людей проживает здесь, а их семьи проживают здесь. Или наоборот, их ближайшие родственники. Поэтому, когда происходят на границе какие-то вооруженные действия или собираются войска, а они вот где-то здесь тоже собираются, эти войска, то, соответственно, для людей, которые живут в этих районах, это большая трагедия, потому что они в итоге, если военные действия начнутся, окажутся по разные стороны. Эти два города, Миллерово и Луганск, очень тесно связаны еще с давних пор. В 1898 году здесь была построена железная дорога, которая их соединяла. Ее протяженность составляла 109 километров, и главной задачей этой дороги было вывоз угля с Донбасса на восток. Благодаря дороге, вот она из Миллерово, идет Луганск, быстро развивались населенные пункты, расположенные вокруг. Потом запустили пассажирские перевозки, и я помню, как в детстве махала поезды, потому что рядом с этой веткой у нас был огород. И бабушка и дедушка живут сейчас в этой части города Миллерово, которая близка к этой железной дороге. К сожалению, та часть дороги, которая расположена на территории России, была признана нерентабельной. Ее законсервировали, часть путей где-то разобрали, возможно, даже сами местные жители. Та часть, которая расположена на территории Украины, она еще долго использовалась для пригородного сообщения, а потом и она пришла в запустение. Но сейчас возобновляются попытки, по крайней мере, идут разговоры о том, чтобы эту дорогу каким-то образом реанимировать. И поэтому, когда весь мир говорит о том, что границы Украины и России стягиваются в войска, и о том, что возможна война, то, конечно же, мы воспринимаем эту историю как личную трагедию. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok